Доброго времени суток! Вам будет представлен охолощенный пистолет ТТ-33 Либо как легендарный Тульский Токарев Изготовлен по заказу русская оружейная компания Как мы видим на коробке Модель называется ТТ-30 В скобках 33О Под патрон Свето-звукового действия Калибром 10-31 Выпускаются вот в таких они коробочках Под карту Военную сделаны И сам видим пистолет Посмотрим, что у нас внутри Находится паспорт Оружие списанное Охолощенное Модель ТТ-33О Под патрон Свето-звукового действия 10-31 Видим Уважаемый покупатель По федеральному закону То, что стоит соблюдать И эксплуатации Общие указания Основные сведения Основные сведения Об изделии Основные технические данные Комплектация Устройство взаимодействия частей Пистолета Гарантийное Гарантия изготовителя Составляет 12 месяцев Указания по эксплуатации И техническое обслуживание Изведения Об изготовителя Списанное Охолощенное оружие Модель ТТ-33О Под калибр Свето-звукового действия 10-31 Изготовлен он В Словении По заказу Русская оружейная Компания Так что вот Пистолет прибыл Из Словении Видимо Это Словении Они были Служебным оружием Потом были списаны И там выхлощены Наши тоже Что-нибудь Произвели Какое-нибудь Охолощение Может Под который Патрон Еще что-нибудь Такого плана И были привезены Сюда уже Под таким вот Паспортом Либо прошли Какое-то освидетельство У нас в России Уже После Словении Так Рассмотрим Сам пистолет Старый Пистолет ТТ Видно Что Он был В служебном Использовании Судя по По его Потертостям То есть Пистолет Был реально Сделан Из боевого Был В реальной Службе Дата Выпуска Данного Пистолет Составляет Является 1945 Год Победы Все Сделано На одних Номерах ЛН Буквы Даже Тут Все На одних Номерах Сделано Что Это Очень важный Такой момент Приятный Изогрешности Таких внешних Которые бросаются Сразу в глаза Такой неприятности Есть Это Вот тут Не дошлифовали Либо Наши Либо Словения Потому что Тут Специально Впаивается Стив Чтобы Нельзя Было Излечь Сам Ствол Из Затвора Так Что И Вот Они Дошлифовали Грубый Оставили Что Неприятно Немного Потертая Рукояти Видно Тут Особенно Я могу Предположить Что Это В связи При Разборке Пистолета Сюда Бывало Что Билось Или Чем Они Когда Оттягивают Эту Скобку Она Билась Сюда В Эту Часть Что Лишний раз Показывает Что Данный Цент Был Постоянной Эксплуатации Видим Тут Клеймо ТТ-33О СВН СХ Ох Тяжкий Достаточно Тяжелый В плане Взвода И Видимо Еще Вот Тут Клеймо ТТ-33О СВН СХ Калибр 10-31 Ну И Вот Тут В принципе Больше Ничего Лишнего Тут Не Присутствует А Вот Мы Видим Еще ГИС 17 Это Наш Клеймо Точно Стоит Ну И Больше Ничего Не Вижу Чтобы Что Тут Присутствовало Сразу Могу Отметь Что Магазин Идет Неродной Другие Номера Вот Эта Часть Подполирована То Ли Обрезала Уже В Бронение В ходе Эксплуатации Ну Ладно Рассмотрим Более Подробно Магазин Стандартный Ничего В нем Не Меняли Как Он Есть Родный Так Он И Есть Разборка Производится С данного Пистолет их без лицензии и хранения в том числе. Ну, давайте разберем пистолет, посмотрим, что у него внутри. Можно взять вот так обойму, и вот оттягивается скобка сюда. Вот видимо, почему я и говорю, вот тут потертость, из-за того, что оттягивает, иногда соскальзывало, билось. Дальше. Нажимаем вот сюда, вот на эту иву, сходит задержка. Она является фиксирующим штифтом. И тянем затвор наперед, придерживая вот тут, чтобы пружина не выскочила, потому что она подпружинена, и может получиться вот так, что она выскочит. Потом аккуратненько извлекаем возвратную пружину, делаем поворот. Кстати, придерживать ее тоже надо. Ловим тут момент, тут есть паз, потому что она тоже подпружиненная, и может вылететь. Еще одна возвратная пружина дополнительная. Кстати, отмечу сразу, что пистолет также за ствол стоит на номерах родных. И дальше опускаем вот эту часть, и все. Как видим, мы не можем вынуть ствол. А по причине того, что тут стоит вот такая шпилька, вот, в принципе, вы ее видите. И она препятствует выходу ствола из затвора. Сделана она специально, чтобы нельзя было заменить затвор. И еще, как можно заметить, вот тут есть вот такая полоса обшлифованная, отфрезерованная. Вот тут были боевые упоры. Они были сфрезерованы, как и в самом затворе. Вот они были, вот тут располагались такие ребры, что тут примерно как. Сейчас вам покажу. Вот как вот тут примерно. Если такие вот ребрышки, вот они. Вот что-то типа вот таких ребер было. Что, кстати, сразу отмечу, является родным. Вот они, нарезы сохранены, все видны они. Стоит тут два штифта. Вот мы видим впереди первый штифт, и там высорлена дырка в нем, отверстие. И сзади, перед самым казенной частью, вот мы видим, всего два штифта. И сам казеник расширен в калибре 10 мм. Все остальное осталось родным, больше никакого дезактива не произведено, что радует. В принципе, пистолет остался в своем первоначальном состоянии. То, что единственное, что он, да, он поюзанный, он был в эксплуатации, пошатан. Это я не дам. Есть. Так что стоит быть внимательным при покупке его, если особенно вы через интернет заказываете. В первом деле, его не надо сразу бежать вставлять, а надо его разобрать, почистить, расконсервировать, проверить его работу на холостом ходу. То есть, просто зарядили патрон, перезадернули, все ли выбрасывается, все ли перезадергивается. Так что данный пистолет может давать осечки. То есть, первоначально в своем состоянии. Когда его взяли с магазина по причине консервации, и все-таки его, то, что они не новые, как у молота были. У молота они брались чаще новыми и со складов, которые не использовались. Если использовались, то они еще были пригодны, но их списали по уже связи, как с заменом оружия и тому подобного. Так, сейчас. Сборка производится также в обратном порядке. Устанавливается пружина. Устанавливается вот эта передняя часть. Просто надо попасть в определенный момент. Еще из-за камеры не совсем удобно, сразу говорю. Потому что через камеру делать это все. Останавливаем. Кстати, вот тут не было отфрезеровано. У молота оно обычно фрезеровалось, вот эта часть вот тут. Фрезеровалось. Что по поводу вот этой части. У молота также сюда загонялся штифт. Вот тут прям вот так сверлилось и ставился штифт. Тут же этого нет. Что тоже очень большой плюс. То есть, минимальный дезактив получился в данном пистолете. И УСМ. Соответственно, стандартный УСМ. Ничем он не изменен. Все такое же. В принципе, это вся конструкция пистолета системы ТТ. Чуть-чуть оттягиваем в такое вот положение. Заводим пружину возвратную. Осторожненько. И придерживаем, чтобы она не выскочила. Встала вот так на свой паз, место родное. И возвращаем в исходное положение. Чуть-чуть подтягиваем, чтобы центровалось отверстие. Вот видите. И в это отверстие уже устанавливаем мы как раз задержку. И защелкиваем скобу. Вводим курок. И как видим, все срабатывает. И устанавливаем в магазин. Задержка все срабатывает. Давайте зарядим патрон, проверим его на работу в плане захода и выхода, выбрасывания пистолета. В ни в коем случае палец не ставим на курок. Такой момент. Держим его вот тут. Оттянули. Видим патрон. Все. Патрон дослался. Не совсем удобное положение. Чуть-чуть речи делается. Проверим еще раз на выбрасывание. Но в случае того, что он вылетел из патроника, значит он должен сработать все нормально. Ну да, все нормально срабатывает, выбрасывает, как видите. Сразу скажу, что пистолет данный мы уже проверили. В стрельбе очень бахает громко ранее, которые были молотовские, вот с таким патроном. Такой вот пистолет. Я молот упускал. Бахают. Они очень громко. Одни из самых громких. Даже оса, как меня...